В Славянске-на-Кубани продолжают свою работу лагеря дневного пребывания. Это одна из самых распространенных и доступных форм летнего отдыха. Они организованы как в городе, так и в сельских поселениях. Школьники в течение всех каникул с пользой проводят время, играют, занимаются спортом и просто общаются. Эсмеральда Козловская и Дарья Летяга – подружки в школе. Вместе занимаются в Центре развития творчества в Станице Петровской. Теперь вдвоем помогают воспитателям в лагере дневного пребывания «Радужная страна-2016» вожатыми. Дни в лагере проходят быстро и весело, признаются девочки. Мне нравится, потому что тут добрые учителя. Мы тут танцуем, поем, устраиваем конкурсы. Потом я тут училась у Марина Алексеевна. Этот класс мне очень знаком, и я очень нравится. Мы уже ходим три дня, танцуем, пазлы собираем, шашки играем, еще рисуем, танцуем. Мне этот лагерь очень понравился. Тем, что тут очень весело, собираем пазлы. Потом у нас есть стенд для рисунков. Мы каждые полчаса меняем рисунки. Тут очень весело. Лагерь дневного пребывания, место встречи, общения, игр. Здесь каждый ребенок находит себе увлекательное занятие по душе. Есть возможность попробовать себя в роли художника, поэта или танцора. Хочешь заниматься спортом – играй в футбол, волейбол или теннис. Воспитатели на детской площадке стараются разнообразить каждый новый день. Конкурсы на лучший рисунок, лучшие стихотворения, песню или танец. Каждый найдет для себя интересное занятие. Мы с ними играем, поем, танцуем, ходим на летние площадки на улицу, посещаем экскурсии. У нас в планах посетить ферму, павлинию ферму, остроусиную ферму. Мы хотим посетить, также мы хотим отправиться с ребятами в город Славянск на Кубани, посетить Северный парк, также посетить музей, съездить в кинотеатр, посмотреть. Так что у нас очень веселая и разнообразная программа. Действительно, детям в лагере скучать не приходится. Смена тропами добра открылась всего несколько дней назад, а именно 18 июля, и продлится она до 7 августа. За эти дни юных петровчан ждет насыщенная программа. То турнир по шахматам, то игры на свежем воздухе, то тематические занятия. День сказок, день книги, день физкультурника и другие не менее увлекательные мероприятия. Три месяца лета – самое счастливое время для всех детей. Можно быть уверенными, что школьники проводят его с пользой и с большим удовольствием. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов. Программа «События».